Весенний-летний призыв в этом году в регионе будет проходить в рамках действующего законодательства. Никаких изменений ждать не стоит. Об этом рассказал военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. Повестки получат порядка 17 тысяч человек, но служить пойдут традиционно около 20% от общего числа. Это около 3,5 тысяч новобранцев. Остальные получат отсрочку из-за учёбы. Службы новобранцы будут проходить на всей территории Российской Федерации, за исключением четырёх вновь присоединённых регионов. На альтернативную службу в Самарской области будут направлены 11 человек. Продолжается работа по призыву юношей, которые числятся в казачьих обществах. Их около 50 человек. Служить они будут в Самарской области. В президентский полк от региона традиционно отправятся 15 человек. Повестки всем подлежащим призыву будут вручать лично. Ожидать их на сайте госуслуг не стоит. Про сайт госуслуги такой вопрос даже не рассматривался на текущем моменте. У нас на сегодняшний день на территории Самарской области до базы данных всех граждан, которые стоят на воинском учёте или подлежат призыву на военную службу, они уточнены. Ресурс этот постоянно обновляется. Но возможности, во-первых, нет законодательной, чтобы в электронном виде оповещать людей. Ну и пока не проработан до конца вопрос такой, чтобы гражданину эту информацию доводить. Сейчас в Госдуме рассматривают поправки, согласно которым на службу будут призывать с 21 года. Процесс перехода будет постепенным. Со следующего года будут призываться молодые люди с 19 лет, затем с 20. Повышение призывного возраста связано с тем, что многие молодые люди сейчас оканчивают школу в 18 лет. Им нужно дать возможность получить профессиональное образование. В регионе работают 46 призывных комиссий. Они решают, подлежит ли призыву молодой человек и в какой именно род войск. Перед отправкой на службу призывникам делают три прививки – от менингокока, пневмокока и коронавирусной инфекции. В помощи военным комиссариатам порядка 80% лечебных учреждений региона. Чаще всего по состоянию здоровья не берут в армию страдающих заболеваниями костно-мышечной системы, психическими расстройствами и молодых людей с плохим зрением. По словам начальника центра военно-врачебной экспертизы, юноши сейчас все реже пытаются избежать призыва и даже напротив приводят себя в лучшую физическую форму. Как они нам говорят, призывники сейчас можно быть здоровым, поэтому, приходя на медицинские комиссии, военные комиссариаты, пытаются улучшить состояние здоровья. Например, если человек был с отличным весом, достаточно часто ходят в спортзалы, пытаются сбросить вес и перейти в хорошую категорию. Всем призывникам делают тест на коронавирус, и если он оказывается положительным, молодого человека лечат, после чего отправляют в армию. Виктория Шаре, Николай Сидоров, События.